Короткое замечание моей коллеги Великой Семеновской. Вы, если правильно поняли, критиковали немецких солдатников и уставленников за то, что в них письма не найдется самокритика и непонимание того, что они являлись агрессором. Конечно, была совершенно несправлива эта критика Абергова целиком, но я хочу обратить внимание на одну методологическую проблему. Это состоит в том, что, конечно, действовала военная цензура и, конечно, подобные высказания. В письме это было совершенно опасно. Это практически было самое быстрое. И поэтому с точки зрения критики и спочтников, по-моему, не очень надежно искать подобные высказания. Спасибо большое за вопрос. Да, ну, по-моему, к сожалению. Пожалуйста. Ну, как же. Вся рейтинге отравлено. По-моему, на столько человек. Таких настроений встречается не только в письмах, но и в книгах, которые, так сказать, являются нефтицезонными. Да? Такие документы нам тоже известны. Но и Владимир Владимирович уже и у себя. Мы бедные и несчастные. Я хочу поблагодарить администратора конференции Академии политики. Я, Олега Александровича, Михаил Юрьевич за конференцию. Конференция прекрасная, международная. И у нас произошел переход количества в качество. Вот Олег Александрович говорил, что Сталин летел на Василевского. А откуда пошла любовь? Любовь пошла тогда, когда Сталин прочитал и чител на Василевского. И там, что вот церковь, была написана с большой бумагой. Вот после этого он сейчас не будет. Значит, все прекрасно было. Значит, данный, который мне понравился позиции солигранцев, это ГКО. Это очередной уровень власти, 10 тысяч документов. И надо это ГКО растащить по областям, как и сделали Вы, и по отраслям. Я занимаюсь ТЭКом и Авиакцией. У меня будут те книжки, которые по них поставили. Теперь надо готовиться к конференции по Курску. Спасибо вам. Итак, если нет, больше подачи, я хочу сказать несколько слов. Ну, вначале я хотел бы тоже поблагодарить всех присутствующих, прежде всего гостей, наших зарубежных коллег и наших коллег из России за участие на конференции. Я думаю, что, не знаю, как у вас, у меня, в общем, такие позитивные впечатления. Я испытываю договорения. И мне кажется, поставлено было очень много интересных вопросов. У нас нет времени к информации. Но я хотел бы несколько слов сказать. Уже не только вопросы, которые касаются непосредственно Сталинграда. Но они выходят за рамки, которые за Сталинградом. А практически перед исследователями нашими ставят вопрос о новых подходах, о новых проблемах изучения истории Великой Отечественной войны, а в новых историях, которые являются целыми. Учитывая, что мы стоим все-таки не так далеко на пороге большого забытия юбилея Победы, в 2015 году, я думаю, это надо учесть. Есть очень много вопросов, которые подняты были для конференции, но которые и до нее, и которые бродят в обществе у нас, и которые сейчас стали предметом международных искусств. Но я скажу, это очень важная проблема, о чем я говорил в начале. Это война и общество. Сейчас очень большой интерес всюду, в такой социальной стратификации периода войны, как общество реагировало на войну. Причем разные общества. И общество союзников, и немецкое общество, о чем сегодня можно сказать, ну или, разумеется, наше общество тогдашнего Советского Союза. Я думаю, что это очень важный, интересный вопрос. Это настроение христианства. Сейчас, когда я говорю о Советском Союзе. Это настроение интеллигенции. Вы знаете, я когда-то подробно не занимался, но он был на одной конференции по проблемам коллаборационизма. Мне поразила одна вещь, это было в Англии. Речь шла о варне Власова. Молодой Стрелки пытался поставить вопрос, кто были люди Власова. Ну, по-инобленной и часто шли туда, потому что они просто боялись своей жизни. Это очень очевидно. Но в социальном плане, что там было очень мало христианцев. Человек, который сделал доклад, ставил вопрос даже о некой прямосвязи того, что происходит в нашем секретном проекте, в предпринимательстве и настроении христианства. Это не бесспорная вещь, но это интересный для обсуждения. Всем хорошо известно ситуация с интеллигенцией. Я думаю, это тема, которую надо продолжить изучением. Мы знаем то, что был постправленный оценок, который будет. Я как-то говорю уже, я просто повторю два слова. Реплика Сталина относительно присутствия премии Нечтиной. Как не было депутатистов. Тогда он сказал, что, ну а что, в общем, это было? Это русские офицеры приехали в Европу, набрались там, и вышли на 17-й площадь. Но Сталин на этом не остановился. Он сказал, но нечто подобное ображало нам в 45-м году. Когда наши офицеры были в Европе, в Германии, очень важно понять, с чем они приехали. Это большая проблема. Она получила отражение в литературе, в нашей советской литературе военной. У нас разные литературы о войне. Сейчас у нас и передают, как вы знаете, и фильм ставится. Я думаю, что это серьезный интересный вопрос, который надо обсудить. Еще один вопрос, который был поднят здесь, в выступлении Марка Гареева, это проблема разведки в годовой войны. Я когда-то был даже на конференции, была большая международная конференция, разведка в годовой войны. Это было ОСМА. Там выступали все представители, и наши были руководители разведки, и американские разведки, и очень люди, и там суды, и англичане. И это очень интересная тема. В соответствии с того, что говорилось разведкой, и то, что реально происходило. И настроение руководства этих стран, и скепсис, который Гареев высказал на нашем заседании, это не значит, что мы стопроцентно не соглашаемся, но просто это интересный вопрос, который надо будет в мое знание произведено. Сейчас наша церковь, наша патриархия, мы активно сотрудничаем, и наш институт в патриархии. Мы готовим, кстати, большой трехтомник, русская православная зарубежная церковь вместе с нашими коллегами из зарубежья. Это наша патриархия занимается с сюжетом духовенства и религиозное настроение в России, и в церковь с этой проблемой войны. Это интересная тема. И с точки зрения власти, и с точки зрения умонастроения нашего семьи. Я думаю, это тема, которая тоже может быть поднята для нашей предстоящего дела. Здесь у нас один наш коллега из стран СНГ, наш друг в Беларуси. Ну, я должен сказать, что у нас есть тема большая для обсуждения этой дискуссии. Наши страны, которые я не люблю термин после электропространства. Поставил этот опрос в прошлом году, за год мы ничего не придумали. Никакого другого слова для обозначения того, что наши страны нам должны прийти в чем-то. Так вот, мы знаем, что в наших странах, бывших из наших республик, мы независимые государства, по-разному оцениваем историю каких-то стран. Я бы сказал не то, что оценивают за ее ритургию, но по-разному оценивают участие этих стран во время СНГ. Есть страны, они будут называть, где официально отрицаются участия этих стран в СНГ. Это прозвучало на конгрессе интеллигенции стран СНГ, где пришлось даже от российской стороны отвечать. В общем, это тема, которую мы должны иметь в виду и учитывать все эти обстоятельства. Есть международный аспект. Я знаю сейчас, в Румынии, даже в Италии, идет мне немного переоценка ценностей в отношении оценки режимов, которые были там во время войны. Я просто называю эту проблему как одну из тех, которая тоже может быть в центре нашей дискуссии. Я вчера упоминал, что я был в Италии, что у нас работает комиссия церкви, в которой мы были, главная сцена, и это тоже большая проблема. и главная история в Великой Отечественной войне. И это серьезная проблема. Это довольно серьезные дискуссии с ним на эту тему. Наконец, то, о чем говорил Олег Александрович, казалось бы, что такая тема в груди закрытая, он поставил голову на островокос, почему не открыл островокрон. Это тоже, я не хочу сказать с вами, это тоже тема для больших искусств в целом. А Проко скажу мое личное мнение, что, знаете, этот Великий Союз, который был, он имел цель. Он имел одну цель, цель была реализована, в этом смысле Союз сыграл огромную роль. Но этот Союз не снял различия, которые существовали в течение многих десятилетий, во всех двадцатом веке, между основными участниками антидиктов, сгорицей. Система ценностей, системы интересов, системы приоритетов. Одна из причин возникновения колонной войны, быстрый, быстрый колонной войны, которая началась буквально в середине 45-го года. Она стоит именно в этом, что решалась проблема, решили главную проблему, а дальше вышли другие вопросы. Помимо политического переустройства Европы, вышли и проблемы идеологии, и проблемы с такими разными. Поэтому взаимосвязь идеологии, массива интересов – это тема, которая, мне кажется, может быть в международном уме. Я сказал в заключении, хочу сказать, что мы имеем уже ряд предложений. Вчера была высказанная идея в нашем американском армии. Довольно интересная компаративистская возможность, компаративистского сравнения первых и вторых войн. Это очень интересный сюжет вообще. Что общего, что разного. В этих двух разных войнах, находящихся в одном столетии, в одном, практически в одном пространстве. Я думаю, что очень интересный сюжет. Один из самых крупных американских политологов истории, в начале 2020 года Джордж Меннон с публичной лекцией Будапештин сказал, что все, что произошло в Европе в 2020 году, все вышло из первой мировой войны. Что-то недалеко от истины. Но надо сказать, что он сказал и вторая мировая война, была подготовлена первой. Поэтому мне показалось очень конструктивно, мы с вами говорили с господином Димбовым, о возможности такого конференции и разнообразной встречи на эту тему первая и вторая мировая война судьба человечества 20 века, но не только в контексте нашего общего разговора, а конкретно исторического большого разговора на эту тему. Ну и наконец, я хотел бы сказать в заключении, что он выполнит наше обещание, мы издадим очень быстро материалы, которые здесь были. и я хотел бы обратиться ко всем участникам, те, которые выступают и которые не выступают, ведь, что если у вас есть свои тексты, если у вас есть желания, то мы будем рады, если вы пришли эти тексты, но, разумеется, с демократической процедурой экспертизы, мы эти тексты постараемся быстро издать. Я хочу вам так сказать, что мне кажется, очень важно подумать совместно здесь вот, мои российские коллеги в школе, в учебнике, в школе. Вы знаете, позавчера наш президент был посидеть, некая концептуальная инвестиция, я думаю, очень интересная была вещь, мы ее обсуждаем, довольно давно, в этом смысле я просто сказал бы так говорить, не обязательно, чтобы это ушло на все каналы, что, я думаю, надо разделить все, что тут, значит, для школы, учебник это одно, учебные пособия для учителя, это другое, учителю надо дать форму гамму, то есть представление, но мы должны подумать, и институт это занимается, у нас есть социалистическая история, вот я предлагаю, для того, чтобы подготовить такую же концепцию, просто хочу проинформировать, что 1 марта, вот мы проводим, как я пригласил, вчера, 35 учебников, которые пишут по течной истории, чтобы поговорить с ними о возможности какой-то концентральных обсуждений общего подхода, там даже есть одна такая сессия, конкретная тема, очень сложная, вот здесь в школе преподается, и мы делаем экспертизу, все учебники проходят через наш институт, по всеобщей, по российской истории я знаю, вот здесь учебник отечественной истории 20-го века, а здесь учебник новейшей истории 20-го века. когда одна учительница ведет и дети в ее классе, и в этих книгах эти события оценивают вот так, а мы пишем, дети эти события оценивают по-другому. Это не один. Это не значит, что мы снижаем активность людей и не даем понимать, что в чем. Просто надо вот подумать о каких вещах. Точно так же, как есть еще одна проблема, даже применить наклонение. В каждой республике Российской Федерации и в каждой области есть региональный компонент. Есть приложение к учебнику по данному региону. Мы проводили совещание в ОФЕ, написали записку к президенту. Сплошь и рядом в региональном учебнике вступает противоречие с федеральным учебникам в оценке в событии, которые были. Мы это увидели в Республике и в Татарии, и в Ашкирии и в других местах. И в общем сейчас создают все эти вещи. И это относится и к теме истории Великанской Федерации. В том, я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас. И может быть от вашего имени, если вы не будете угрожать, поблагодарить, значит, тех, кто у нас организовывал все это дело. Это все-таки все делают Олега Александровича и Михаила Юрьевича. Они много очень делают и команда поблагодарит наших переводчиков.